Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересная тема для разговора. Как научиться жить в гармонии с собой и с окружающим миром и стать успешным? С чего же начать? А начать необходимо с осознания того, что энергия для того, чтобы стать гармоничным и успешным, находится внутри нас. Это сила, которая движет миром и правит галактиками. В каждом из нас есть частицы этой силы, и мы обладаем возможностью воспользоваться ею, нашими внутренними ресурсами. Нам предоставлена огромная сила, это наши мысли, слова и наше воображение. Необходимо научиться правильно применять этот потенциал себе во благо для достижения всего, что нам необходимо. Наше подсознание связывает нас с невидимыми силами Вселенной и делает доступными для нас знания, которые нельзя получить никаким другим образом. Многие преуспевающие люди пользуются своей интуицией и все свои успехи связывают именно с ней. Дело в том, что наше подсознание имеет доступ к неограниченному источнику знаний, в котором можно черпать новые идеи и ответы на все интересующие вопросы. А как же подключиться к этой силе? Немногие используют настоящую силу разума. Необходимо осознать, что наш разум в могуществе. Вначале трудно поверить в это, что объединенные мысль и вера дают такой источник силы, который делает невозможное возможным, но это так. Наше подсознание связывает нас с невидимыми силами Вселенной и делает доступными для нас знания, которые нельзя получить никаким другим образом. Многие преуспевающие люди пользуются своей интуицией и все успехи связывают именно с ней. Дело в том, что наше подсознание имеет доступ к неограниченному источнику знаний, в котором можно черпать новые идеи и ответы на все интересующие вопросы. Немногие используют настоящую силу разума. Необходимо осознать, что наш разум в могуществе. Вначале трудно в это поверить, что объединенные мысль и вера дают такой источник силы, который делает невозможное возможным. Но это так. Как сказал Шекспир, все будет так, как в разуме свершилось. Если у вас есть сильное желание иметь что-либо или изменить ситуацию, в которой вы оказались, есть способ сделать это. Как это ни странно звучит, необходимо, используя свое воображение, представить, что вы уже обладаете желаемым. Представить то, что, о чем вы мечтаете, уже ваше. К примеру, вы уже сдали экзамен на отлично, выиграли соревнования, квартира или дом уже ваш. А как сказал Шекспир, все будет так, как в разуме свершилось. Если у вас есть сильное желание иметь что-либо или изменить ситуацию, в которой вы оказались, есть способ сделать это. Настроить и запрограммировать свое сознание на получение того, что вы хотите. Как это ни странно звучит, необходимо, используя свое воображение, представить, что вы уже обладаете желаемым. Представить то, о чем вы мечтаете, уже ваше. К примеру, вы уже сдали экзамен на отлично, выиграли соревнования, квартира или машина уже ваше. Наше подсознание связывает нас с невидимыми силами Вселенной и делает доступными для нас знания, которые нельзя получить никаким другим образом. Многие преуспевающие люди пользуются своей интуицией и все свои успехи связывают именно с ней. Дело в том, что наше подсознание имеет доступ к неограниченному источнику знаний, в котором можно черпать новые идеи и ответы на интересующие вопросы. Как же подключиться к этой силе? Не многие используют настоящую силу разума. Необходимо осознать, что наш разум могущественен. Вначале трудно в это поверить, что объединенные мысль и вера дают такой источник силы, который делает невозможное возможным. Но это так. Наше воображение является огромной силой, если уметь и знать, как им правильно пользоваться. Поэтому, если научиться правильно применять визуализацию в своей жизни, то можно изменить очень многое. Что же такое визуализация? Это создание ярких образов, когда вы рисуете в своем воображении конкретные красочные картины или фильм и подкрепляете это эмоциями. Например, радостью от того, что ваша цель уже достигнута. Учеными был обнаружен очень интересный факт. Оказывается, наш мозг не производит различия между реальным или воображаемым действием. Это прекрасно знают и очень часто применяют почти все профессиональные спортсмены. Когда вы используете визуализацию, ваш мозг начинает искать необходимую информацию, создавать, формировать события и всячески помогать вам, чтобы эти образы стали для вас реальной действительностью. Вам начинают открываться новые возможности, встречаться необходимые люди, приходят в голову новые идеи, расширяются горизонты. Вы вдруг замечаете, что делаете совершенно неожиданные для себя вещи, которые являются ступенькой к вашей цели. Но для начала, конечно, необходимо определиться с тем, что вы хотите. Очень многие на вопрос, о чем вы мечтаете, отвечают, что хотят быть счастливыми. Когда вы используете визуализацию, ваш мозг начинает искать необходимую информацию, создавать, формировать события и всячески помогать вам, чтобы эти образы стали для вас реальной действительностью. Вам начинают открываться новые возможности, встречаются необходимые люди, приходят в голову новые идеи, расширяются горизонты. Вы вдруг замечаете, что делаете совершенно неожиданные для себя вещи, которые являются ступенькой к вашей цели. Но для начала, конечно, необходимо определиться с тем, что вы хотите. Очень многие на вопрос, о чем вы мечтаете, отвечают, что хотят быть счастливыми. Когда вы используете визуализацию, ваш мозг начинает искать необходимую информацию, создавать события и всячески помогать вам, чтобы эти образы стали для вас реальной действительностью. Вам начинают открываться новые возможности, встречаться необходимые иллюзии, приходят в голову новые идеи, расширяются горизонты. Вы вдруг замечаете, что делаете совершенно неожиданные для себя вещи, которые являются ступенькой к вашей цели. Но для начала, конечно, необходимо определиться с тем, что вы хотите. Очень многие на вопрос, о чем вы мечтаете, отвечают, что хотят быть счастливыми. Кому-то надо больше денег. У каждого понятие счастье своё. Но если обобщить, то получается, что человек хочет быть любимым, здоровым, жить комфортно, иметь достойное жильё, квартиру или дом. Получается так. Счастливая, здоровая семья живёт в хорошей квартире, имеет машину, возможность путешествовать, учить детей, покупать хорошую еду, одежду. А кто-то мечтает о большем. Прекрасно. Позвольте себе помечтать. Даже если на сегодняшний день ваша мечта окажется вам несбыточной. Определитесь и создайте в своём воображении ваш идеальный мир, ваш идеальный образ, ваше идеальное окружение. И самое важное, это закрепить в сознании мысль о том, что желаемый вами, скажем, красивый дом уже ваш. А также зарядить этот образ эмоциями, энергией и верой. Необходимо заявить своё право и правильно настроить сознание. И тогда ваша настойчивость приведёт вас к желанной цели. И вы получите желаемое не потому, что просто хотите или надеетесь, а потому, что провозглашаете желаемое своим. И внутренняя творческая энергия помогает вам осуществить вашу мечту. Что важно для успешной визуализации? Необходимо представить то, что вы хотите, чтобы появилось в вашей жизни в настоящем времени. Увидеть это уже свершившимся фактом. Это уже произошло. Это уже ваш дом, машина, квартира или что-либо ещё. Уделять этому надо несколько минут в день, лучше утром и вечером перед сном. И делать регулярно, пока до тех пор, пока это не появится у вас в действительности. Помните, что постоянство – залог успеха. Необходимо заявить своё право и правильно настроить сознание. И тогда ваша настойчивость приведёт вас к желанной цели. И вы получите желаемое не потому, что просто хотите или надеетесь, а потому, что провозглашаете желаемое своим. И внутренняя творческая энергия помогает вам исполнить вашу мечту. Что важно для успешной визуализации? Необходимо представлять то, что вы хотите, чтобы появилось в вашей жизни в настоящем времени. Увидеть это уже свершившимся фактом. Это уже произошло. Это уже ваша машина, квартира или что-то ещё, о чём вы мечтаете. И уделять этому надо несколько минут утром после пробуждения и вечером перед сном. И делать до тех пор, пока это не появится у вас в действительности. Помните, что постоянство – залог успеха. Продолжение следует...